Здравствуйте! Нам приятно вновь встретиться с вами, уважаемые зрители, на программе «Познаём истину». И сегодня мы будем говорить о Завете вместе с гостями нашей студии. Я с удовольствием их представлю. Виталий Лебедев – преподаватель, Филипп Шуберт – предприниматель и пастор церкви Анатолий Бегас. Здравствуйте, уважаемые друзья! Прочитаем текст из 31 главы книги пророка Иеремии. 31 текст. Давайте это сделаем. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. Сегодня мы будем говорить о Завете, мы сделаем такой акцент на это слово. Вначале хотел бы спросить вас, людям можно верить на слово? Да, это серьезный вопрос. Вообще должно быть, да. Должно. Конечно. Ну, вы верите на слово? Дело в том, чтобы поменялся наш менталитет, даже наше общество. Если, например, столетия, даже два столетия тому, людям верили на слово, нужно было доказать, что тебе верить нельзя. Сейчас наоборот. Людям не верят автоматически на слово по умолчанию и нужно доказать, что тебе нужно верить. К сожалению, такое общество сейчас. Наверное, нужно сказать, что все-таки мы верим людям, но не всем. Избирательно. Проверяем. Проверяем. Тем, которым мы можем доверять, которые уже проверены в нашей жизни какими-то конкретными делами. Ну, вот вы знаете, тоже смотрим, вот время, сколько раз человека обманут, и все равно в природе человека хочется верить людям. То есть, мы вот видим это по… Дать шанс еще и еще раз. Да, да. То есть, человек хочет верить на слово. Я не знаю, это… Так трудно жить, да, если мы вообще не имеем недоверие. А стоит ли полностью, наверное, доверять людям, когда они говорят, ну, честное слово, клянусь. Здесь может быть вот такой полный доверие человеку, но если уже такие слова говорит, тогда стоит доверять. Стоит ли доверять своему мужу, своей жене, детям, который говорит, клянусь, я тебе не изменяю. Наверное, лучше все-таки доверять и ошибиться, чем не доверять никому. Это, наверное, легче будет жить самому и легче будет строить взаимоотношения. Лучше доверять. Вот вы знаете, когда вы говорите, можно ли после слов клянусь, есть некоторые люди, которые достаточное слово я тебе обещаю, и ты уже знаешь, что человек от себя, то, что от него зависит, он сделает до конца. То есть, если человек больше клянется, тем больше… Да, вы знаете, мы уже пришли к тому поделению, что чем больше человек клянется, тем надо более осмотрительно в этой ситуации быть. Вот поразительно, почему пишутся брачные контракты, если человек перед Богом клянется в любви, верности, говорит, я с тобой вместе до гробовой доски, а все-таки брачный контракт подписывается. На всякий случай, на всякий случай, вдруг любовь уйдет, к сожалению. Да, то есть, мы парадоксально ведем себя перед Богом, ведем в церковь, заверяем. Знаете, вот в бизнесе, наверное, бизнесмен меня поддерживает, говорят, джентльмены договариваются лишь один раз, первый и последний, остальным нужен документ, бумага, которые заверены подписью и печатью. Потом лучше решать все вопросы в суде, а если договорились на словах, это первый и последний раз. Вы знаете, брачный контракт, это, наверное, тот момент, когда люди, идя под венец, заведомо знают, что они разойдутся. Ну, иначе рассмотреть, зачем он нужен, чтобы потом в случае развода было четкое распределение имущества указано. Ну да, там же имущество, основное имущество. Если ты заключаешь брачный контракт, значит, ты заведомо готовишь к разводу. То есть, тогда зачем идти под венец? Вопрос, наверное, по виду в воздухе, сложно понять. Да, мы недоверяемы людям. Как вы думаете, Бог доверяет нам? Самое странное, что да. С нашей точки зрения. Бог доверяет. Доверяет. Иначе бы он не начал с нами работать. А вот одни творения, насколько Бог был доверчив к человеку? Знаете, немножко различия между доверчив и доверяет. Доверчив мы воспринимаем как... Да, ну, я доверяюсь вам. Когда я доверяю вам, я становлюсь доверчивым человеком. То есть, ну, может быть, говорят, ну, наивный тот человек, который... И все-таки мы говорим, хорошо, одни творения, Бог доверяет нам? Доверяет. Вы знаете, вот ведь доверие Господь использует в некоторой степени как воспитательный момент. Вот в бизнесе тоже есть такие примеры, когда руководители доверяют человеку в выполнении какой-то задачи. Он, допустим, первый раз провалился, но его мучает совесть. Ты ему доверяешь еще раз, он уже больше старается. Третий, четвертый раз он уже тебя не подведет. Потому что он ценит доверие. Я понимаю, да, он ценит это доверие. Мне кажется, что Господь именно таким методом пытается вот нас привлечь к тому, чтобы мы исполняли этот завет. Чтобы он доверяет и доверяет, потому что он хочет, чтобы мы его исполнили. Возможно, это тоже какой-то воспитательный момент. Вы говорите, что от самого творения Бог доверяет нам. А как же вот это дерево, познание добра и зла, вот эти слова «смертью умрешь». То есть, доверие, оно всегда должно быть связано с условиями? Но если Бог не доверял бы, он бы даже в дерево не посадил, если он не доверял. Сказал бы, человек, ты обещаешь мне быть верным? Человек говорит, да. Все, никаких там деревьев, никаких слов, смертью умрешь. Я думаю, что это нужно было не столько для Господа, как для человека. Да, потому что Господь знал будущее. И Он даже прежде создания мира уже план искупления разработал. Но это необходимо было для человека, чтобы он убедился, да, вот какие его взаимоотношения к Господу. Мы не изменим, да, мы просто видим, Бог об этом говорит, мы люди, ну давайте будем спорить с Богом, но неужели никогда мы не сдерживали своего слова, да, по отношению к другому человеку? Мы можем, наверное, вспомнить не один тот момент, но все-таки доверие, оно связано с условием? То есть, я могу доверять вам при… Ну, в большинстве, скажем, взаимоотношений или в доверии существуют какие-то условия. На каких-то условиях это дается, вот этот договор или совет базируется на каких-то условиях. Вы знаете, мне кажется, доверие и договор – это разные моменты. Когда ты доверяешь человеку, ты доверяешь ему без определенных условий. Ты знаешь, что человек тебя не подводит. А если ты уже доверяешь ему, говоря ему, что я тебе доверяю, но… Ну, как можно доверять и одновременно заключать какой-то договор? Это уже тогда договорные условия или условия завета, что ли? Да, я именно о договоре говорю, что он строится на какой-то базе, да? Да, и ты, моя – это сторона, а это твоя сторона, которую ты выполняешь, и я выполняю. Но мы видим, что как Бог поступает человеком, не всегда он ставит определенные условия. Тема нашей встречи сегодня – завет. Вообще, что включает в себя это слово «завет»? Ну, знаете, вот часто переводят слово «завет» как «договор». Как бы, ну, это договор… Ну, соглашение, да. Соглашение, договор, как бы к нам оно ближе. Но мне кажется, слово «завет» все-таки вот именно в древнем контексте, оно имеет большее значение. Потому, что договор – это обычное соглашение. Две стороны, которые заключают взаимовыгодные. Ну, бывают договоры кабальные, знаете, когда одна сторона пользует своим… Вынуждена заключать. Вынуждена заключать, да. Но в данном случае сторона, которая выступает инициатором завета, а это Бог, а не человек, он заключает договор для себя же невыгодный. Вот в чем момент. Обычный договор заключает кто-то сильнее, чтобы давить более слабого человека в сторону. В данном случае Бог выступает инициатором, заключает завет, который ему же, если говорят человеческим языком, невыгодный. Бог человеку все, а человек, по сути… Есть еще некоторые характеристики, скажем, завета и договора, которые отличают одно договор. Договор обычно подразумевает под собой какой-то определенный промежуток времени, да, заключается на какой-то промежуток времени договор. А завет – это нечто большее. Завет, обычно мы говорим, это вечный. Завет любви. Завет любви, да, да. А договор – это одно, да, он к ним рамками определен. А завет – это полностью отдача всего себя, да, или со стороны Бога, или со стороны человека. То есть, когда мы говорим о договоре между людьми, вопрос недоверия. Да, это во первую очередь, это почему он там заключается, почему заключается, это вопрос недоверия. В принципе, сути именно таковая. Здесь у Бога совершенно другая цель. А завет заключается как раз, когда есть любовь и доверие. Когда есть любовь и желание поделиться. Вот тогда заключается завет. У Бога с человеком был один завет, или их было несколько, когда мы читаем Священное Писание? Завет был один. Просто из-за того, что условия были у человека разные, Бог его обновлял, как бы показывал. Но по сути это один вечный завет любви. Просто он имеет как бы особенности. Для каждого периода Бог по-своему открывался. Это заметно в истории библейской. Но по сути завет был один. Бог любит человека и желает ему спасения. И он повторяет просто этот завет. Он повторяет, усиливает его даже. Он повторяет, усиливает или раскрывает больше, открывается сам больше в каких-то заветах. Ну, где-то для новых поколений он его просто становится более ясным. И стали воспринимать, возможно. Вот вы как бы упомянули мысль, Виталий, что Богу часто этот завет был невыгоден. Он невыгоден. Скажите, а солидно ли вообще святому связываться с грешным? А вот в этом и момент любовь Божья. Понимаете? Любовь Божья, она по сути, с точки зрения человека, нелогичная. Зачем любить то, что против тебя грешит, которое тебе приносит боль и страдания, но Бог именно благодаря любви идет и помогает. В принципе, какая-то отдаленная иллюстрация – это любовь матери к своему ребенку, которая приносит ей боль и страдания. Мать все равно его любит. Продолжает. Какого бы ребенок плохой не был. Но это как бы отдаленная иллюстрация. У Бога любовь значительно больше. И Бог, получается, отдает себя, отдаст тебя рано или поздно в жертву ради этого человека. Ради этого человечества. То есть, для Бога он, по сути, с нашей точки зрения, был бы не выгонен. Но благодаря любви он идет на этот завет. То есть, когда люди идут на подписание договора, они даже одеваются. То есть, с вами подписывают солидный контракт, но, извините, если вы пришли, так сразу оценили вас. Ну да, с этим все понятно. Хотя вы знаете, даже в бизнес-мире творческие. Ну так в магазине сегодня, как тебя воспринимали. Один нормальный, к тебе уважение спрашивает. Ну, если не очень, мимо тебя продавцы и проходят. Пришел только посмотреть, поглазеть, как говорят. Вы знаете, еще что хотел добавить. Вот мы говорим о выгодности или невыгодности заключения завета Бога с человеком. Вы знаете, вот в отношениях, когда есть любовь, вообще понятие выгодность, оно не имеет как такового места. Потому что отношение матери и ребенка, ребенок нарушает иногда слово матери. Он иногда ее не слушается. Он иногда делает ей поперек. Но маме разве… Но мать не перестает любить. Маме невыгодно разве его любить или выгодно? Тут этого слова, ну, по определению можно. То же самое с Богом. У него выгодно или невыгодно нас любить. Он любит нас, потому что он нас творец. И тут он будет идти на то, чтобы как мать, прощающая дитя, давая ему следующие шансы, следующий, следующий. То же самое делает Бог. Потому что он любит нас даже больше, чем мать написано любит. Если даже и мать оставит вас, я не оставлю. То есть выгода у матери по отношению к ребенку, которого не будет. Это невозможно. Это абсурд считается. У Бога нет выгоды, потому что, ну, что можно предложить Богу в своем контракте с ним. Какой был завет Бога со всем человечеством? Давайте мы прочитаем книгу «Бытие», 9 глава, с 11 по 14 текст, что произошло после потопа. Да, это в особенный период. 11 текст говорит. «Поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на упустошение земли. И сказал Бог, вот знамение завета, которое я поставлю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке». Вообще, вот то, что мы видим, это обыкновенная радуга, то есть появляется где-то после дождя, это и знамение Бога, что водопотопа больше не уничтожит человечество. Да, радуга – это знамение завета. Ну, так написано, да, по крайней мере, слово Божие, слово Божие так говорит. Можно по-разному к этому относиться, но так Бог сказал, вот это знамение, и люди видели буквально это не было. Да, мы не встречаем просто в Священном Писании до этого, да, вот такое явление, как радуга. Да, скорее всего, она бы не могла заметь завета, потому что, если это было обыденное действие, зачем? Да. А накладывал ли Бог определенные требования на человека, когда мы читаем вот об этом завете на человека, то есть должны ли выполняться какие-то, были ли выдвинуты условия для того, чтобы вас не постигло это, то вы должны делать нечто. В данной ситуации Бог ничего подобного не говорил. Он сказал, что не будет больше потопа, и Земля больше не будет подвержена такому сильному потопу. Тогда логично размышлять, а мы ценим то, что дается бесплатно, без условий? К сожалению, нет. Да, природа человека, то, что дается легко, считается бесплатно. Не то чтобы природа, а испорченная, скажем так, природа человека, да, к сожалению, то мы это не ценим. Когда мы на это долго работаем, кропотливо, трудимся, там, собираем и потом приобретаем, да, какое-то время мы это ценим. Хотя потом тоже не факт. Просто мы забывая милость Бога, Господь сказал, я от вас ничего не требую, я просто говорю вам, я вам обещаю, что более воды потопа вас не уничтожат. Но тем самым же Бог хотел нечто сказать, не просто показать радугу. Показать, каков он есть, и то есть, что потоп, это не было, знаете, месть Бога. Цель была не просто Бога утопить людей, наказать их, или как это, заставить их бояться его трепетать, а показать, что это тоже определенный воспитательный процесс, и он вынужден его был сделать, потому что то, то и то. Но я в любом случае вас люблю и желаю продолжения. Там же написано, плодитесь, размножайтесь, в принципе, начало завета имеется в том, что наполняйте землю, живите дальше, а я буду хранить эту землю от потопа. То есть, я вас прощаю, я хочу, чтобы больше этого вашей жизни не повторилось. Интересно, что Бог заключает особые заветы не просто с целым народом, со всем человечеством, но и с отдельно взятым человеком. Давайте мы посмотрим, какой завет был у Бога с Авраамом. Мы прочитаем несколько текстов из книги Бытия. Давайте прочитаем 12 глава, с 1 по 3 текст в начале. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. И благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Итак, Бог нечто обещает человеку, у которого нет детей. Давайте прочитаем 15 глава, с 1 по 5 текст. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал, «Владыга Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем, этот Елеозер из Дамаска». «И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано, «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон, и сказал, «Посмотри на небо, и сосчитай звезды, если ты можешь сочесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». Очень интересно, что записано в 17 главе книги «Бытия» с 1 по 7 текст. Давайте мы прочитаем эти слова. 17 глава, с 1 по 7 текст. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет твой с тобою, ты будешь отцом множества, народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма, весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произведут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими и после тебя, в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». Спасибо, друзья. Но я думаю, такие слова хотел бы услышать каждый человек, чтобы Бог заключил именно с тобой. А чем Авраам заслужил такое доверие у Бога? Почему именно с ним были заключены вот эти отношения? «Так замечательно, говорит Господь, и так у тебя нет детей, а Господь говорит, у тебя будет сын, и у тебя будет такое великое потомство, и я буду твоим Богом». И сегодня так и произносит Бог Авраама, Исаака и Иакова. Чем был знаменит этот человек? В послании к Галатам, в 3 главе 6 стихом, есть такие слова. «Так Авраам поверил Богу, и это вменил ему в праведность». Хорошо. Чем Авраам лучше нас? Авраам не лучше нас. И по идее тоже апостол Павел в послании к Галатам пишет, «Итак верующий, суть – дети Авраама». По идее, Бог использует веру Авраама как пример всем нас. А что, его вера была какой-то особенной? Авраам, Бог его призвал выйти из своей земли, и он пошёл. Бог призвал, Бог предложил, Авраам сделал. В этом, наверное, и сила этой веры, что он не просто верил, а она была воплощена в жизни Авраама, что Господь сказал ему, он послушался и пошёл, и сделал. Мы часто воспринимаем слово «вера» в чём-то убеждённость. Но он здесь послушался, а там не послушался. У Авраама было понятие «верность». Знаете, вот слово, у нас в нашем языке «вера» больше – это убеждённость. Я вот верю в что-то, что-то есть, что-то существует, что земля вращается вокруг солнца. А у Авраама была не просто вера, а, наверное, ещё и верность Богу. Да, он совершал ошибки, да, он поступал неправильно, но он постоянно возвращался на Божий путь и умел каяться. Вы знаете, ещё, наверное, момент веры, проявления, вот то, что мы говорим у Авраама. В Библии тоже сказано, что бесы верят и трепещут. То есть, точно так же любой человек, называющий себя верующим, сейчас модно. Когда-то было не модно называть верующими, сейчас модно. Но в чём проявляется вера человека? Вот это главный вопрос. Все говорят, что да, то есть я тоже верю в Бога, ну да, и бесы верят. Видите, как очень просто в послании Галатам написано, поверил Авраам, и это вменилось ему в праведность. Что значит вменилось и такое слово праведность? Как это вменилось? Что обозначает это слово? Защитанно, получается. Да, получается, что незаслуженно чья-то заслуга вменилась определённому человеку. Он считалась на счёт положенного, как говорят. То есть, он получил это не за какие-то заслуги, а потому что ему это вменилось. Потому что он поверил? Да, он поверил, он принял это. Вот эту праведность Божью он принял. Ну что, получается так, например, сегодня ты поверил, можно это применить к себе? Итак, я поверил, можно каждому из нас написать, там, Виталий поверил, это вменилась ему в праведность. И что, вы поверили, вы стали праведным человеком? Бог смотрит на человека, который поверил ему, как на такого, который никогда не грешил. И дела Авраама, которые он сделал, то есть, это было следствие его веры. То есть, не потому что Авраам пошёл, Бог ему, ну хорошо, я буду считать тебя праведным, а потому что он поверил Богу, на его слова. Бог говорит, выйди из своего хорошего дома, живи в пустыне, там, куда я тебя призываю, и там от тебя будет множество детей. А Авраам пошёл, поверил, и вот именно вера, которая призывала определенным делам, вот это было вменено в праведность. То есть, Бог говорит, если ты веруешь, ты можешь жить просто нормальной, честной, порядочной жизнью. Нас, может быть, пугает это слово «праведность», а по сути, ничего страшного в этом нет. Господь говорит, ты можешь жить. И ты будешь жить. И ты будешь жить, и ты можешь нормально грешить. Потому что мы закладываем как бы в себе этот момент, что я в любой момент опущусь где-то там на последнее место. То есть, недоверие, наверное, себе и Богу. А Господь говорит, ну, конечно, мы понимаем, что когда поверил или появилась вот эта вера, то Бог, да, делает человека праведным, но это не значит, что теперь он стал совершенным. Да, он стал совершенным, и ты просто идешь по жизни. А если человек начинает веровать в Бога, для его жизни есть какие-то бонусы для человека? Конечно, есть. А какие? Но, опять же, дело в том, что плохо, когда мы идем за Богом из-за бонусов. Вот если мы будем только отношения на нем строить… Ну, и если я иду за Богом, вы мне что-то обещаете, и бонусов не даете, то мне, в принципе, не хочется идти за вами, тоже можно сказать. Авраам, да, у него, по сути, был бонус – будут дети. Для восточного человека, для человека той культуры – это был огромный бонус. Тут такой момент есть, вот про Авраама говорится, поверил и вменилась праведность, и вот бонусы, которые мы приобретаем – верь в Бога. На самом деле Господь видит сердце, и сердце, которое действительно поверило Богу, говорит, что верить, и верить по-настоящему – это две абсолютно большие разницы. Потому что многие говорят, что они веруют, но Бог видит то сердце, которое Ему верит. И Бог видит человека, который действительно верит. А вера – это же не просто, вот я верю, а делаю, что хочу. Я не думаю, что Авраам полагался на бонусы. Мы говорим об благословении. То есть, Бог говорит, я могу тебе дать благословение. Да, он поверил. Это и есть бонус, да, но я имею в виду, что не бонусы двигали им, а доверие Господу. Ведь когда он вознес сына своего на гору, чтобы там принести в жертву, то о каких бонусах нашел развод? Здесь было только полное доверие Господу. А вот доверие двигало им, а не бонусы двигало им. Бонусы – это уже было что-то такое, что Господь дает своим довериям этому человеку. Ну, Бог готов даровать, друзья. Готовы. У нас есть пример, интересный пример. Филипп, буквально пару минут, и мы продолжим нашу беседу. Хорошо, уважаемые зрители, не переключайтесь. Друзья, мы на программе «Познаем истину». Вы можете увидеть на своих экранах номера телефонов. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните нам, если у вас есть переживания, если вы хотите поделиться мыслью согласно того текста или темы, над которой мы размышляем, пожалуйста, вы можете связаться с нами по этим номерам телефонов. А мы говорили передо о бонусах. Только все-таки они действительно есть или нет? Потому что для людей это очень важно понять. Если я начну верить, если я начну доверять Богу, что я с этого буду иметь, это шкурный вопрос, но все-таки он очень важный. Мы везде проявляем этот шкурный вопрос. Я хотел бы сравнить все-таки с человеческими взаимоотношениями. Если молодой человек полюбил девушку, безусловно, что есть браки по расчету. Когда молодой человек смотрит на имущество девушки или ее родителей и так дальше. И вот тогда он женится по бонусах. Те, которые он получит, сженить бы на этой молодой девушке. Но когда он женится по любви, то те бонусы для него приходят. Они приходят в жизни. Они неизменно приходят в жизни. Но они не на первом месте. Они не являются двигающей силой в их взаимоотношениях. И это очень важно. А можно на бонусах жениться, но завтра они пропадут. Поэтому и взаимоотношения с Богом. Если есть эти взаимоотношения любви и доверия, Господь благословение свои зальет. Как на Авраама, как на Иова. Посмотрите, даже тогда, когда он все потерял. Но он доверял Господу до конца. А потом Господь все возвратил. Благословения пришли. И мы видим в Библии тысячи. Соломон, Давид и многие-многие. Такие люди, которые получали... Да и Бог говорит, а где-то не будет изнашиваться. Сначала устраивали взаимоотношения доверия. Смотрите, Соломона, который в молодости просит. Господи, я младенец неимущий. Я не знаю ни входа, ни выхода. И он просит взаимоотношения с Господом. А Господь потом дает и все остальное. Но чтобы войти в доверие Бога, люди говорят. Я как-то буду стараться. Я буду что-то делать. Мы сейчас говорим о вере. Мы говорим о праведности. Могут ли дела оправдать человека перед Богом? Знаете, как часто мы слышим от людей? Я дайте мне возможность, я докажу на деле, что я другой. Вот как доказать, что ты верующий в Бога? Это не нужно доказывать. Это не нужно доказывать. Это не нужно жить просто. Это не нужно жить. Дело в том, что люди иногда часто пытаются доказать кому-то, что я что-то стою и так далее. Богу не нужно доказывать. Он знает нас полностью. Но мы же говорим на основании дела. Люди говорят. Дайте мне возможность. Я вам докажу, что я не такой, как вы имеете, как плохой. И то есть мы говорим, да. И часто говорим, ну давайте все-таки еще дадим ему еще определенный шанс стать другим. Момент исправления. Потому что мы неизаем человека. Поэтому мы доверяем, не доверяем. Мы видим по делам. Бог как бы судит не по делам. Бог судит по сердцу. Дела являются следствием нашей веры или неверии. По сути, Богу доказывать не нужно. Вот хорошими делами. Дела будут следствием моих хороших отношений с Богом. Хорошо. А перед человеком. Но ты должен как-то, ну я не знаю, доказать, не доказать и объяснить, что ты веруешь в Бога. Тебя спрашивают. Ну докажи, что ты веруешь в Бога. По-моему, это люди по жизни увидят. Вы знаете, что это? Это если случайный человек, с которым вы встретились, и он спрашивает, или вам что-то нужно сказать. Тогда можно сказать или показать доказательства. Нет, говорили, это ваша работа даже. Мы снимаемся, говорят, вы как ведущий, вы просто на работе или вы действительно верите? О чём говорите, да. Люди как бы сомневаются. А послушать Бога и послушаться Его – это равнозначная вещь? Нет, конечно. Послушать и послушать. Верить и говорить о том, что веруешь, слушать Бога и слушаться Его – это, конечно, все разные моменты. Потому что верить по-настоящему, им говорили, доказывать, не нужно доказывать. Люди должны видеть. Знаете, вот была хорошая история, когда ребёнок услышал вести Бога и сказал, я хочу тебе… А, даже мой кот узнает, что я верующий. То есть он его пинал до этого момента, а теперь он узнает, что я христианин. И точно так же слушать Бога и слушаться Его. Мы можем, знаете, слушать, но не слышать. И Господь говорит, вы слушаете, но не слышите Меня. И слышать – это каким образом? Это как-то меняться. Если ты слышишь Бога, то всякая весть Бога направлена на то, чтобы человек менялся в лучшую сторону. То есть всё, что даёт нам Бог – это изменение нас в лучшую сторону. Всё, что… стремление, как любого заботливого, любящего родителя. Чтобы его дитя, оно становилось лучше. Уходило от этих порохов, уходило от этих грехов. И вот если мы слышим Бога и хотим меняться, ну как бы меняться, хотим хотя бы слышать Бога и отвечать на это, то Господь уже нас меняет. Да, но если ты хочешь Его слушать, то, в принципе, ты и поменяешься. Да, конечно. А что произошло на знаменитой горе Синай? Заключение завета. Да, то есть опять было с народом. А если там с Авраамом, личность с Авраамом, да. Ну и как начальником народа, да. Как действительно, вот тот, который… Патриархом, да. Патриархом веры, да. То в Исход мы уже встречаемся с заключением завета с народом, целым народом. Интересно, что говорят люди, потому что мы говорим о Завете, Исход 24 глава, 3 текст. Что сказали люди, когда Бог заключает с ними это соглашение? «И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы, и отвечал весь народ в один голос, и сказали, все, что сказал Господь, сделаем». А можно ли вообще что-либо обещать Богу, если мы даже с близкими некорректны в своих обещаниях? Я вот так слушаю эту фразу, вы знаете, настолько громкая фраза, что… Настолько самоуверенная фраза. Да, что даже тяжело сказать, потому что… Желание хорошее, по идее, да? Ну, вы знаете… Не, ну а что они должны были сделать, если они говорят, все, что ты… Ну, что сделать? Сказать, что они должны были тяжело, вот чтобы мы могли сделать на этом месте. То есть, пообещать Богу всем сердцем исполнять, но зная, что мы грешные, мы иногда можем оступаться. А вот так что сказать, если ты сказал так, что сделаю, то это ответственность, это огромная ответственность. То есть, ты дал четкие указания, что я сделаю, и если я не сделаю, то… Наверное, подозревать их в неискренности в то время, когда они слышали эти громы и… Нельзя тоже, да, сказать, что это так, они очень… Они говорили об этом искренне, просто это говорит о той греховной природе человека, что она… Хочет, но не получается. Да, хочет, но не всегда исполняет, да. Они искренне говорили о том, что, Господи, да, мы слышали этот завет, и мы хотим исполнить. И все будем делать. То есть, ошибка подвигает людей, да, очень серьезно, но где-то подойти в данный момент, потому что ты понимаешь, либо ты жив, либо ты умираешь, и люди дают обещания. Либо вот когда семья разводится, да, и человек дает обещания, и мы верим. Вот когда мы читаем эти слова, что люди обещают, как вы думаете, Бог серьезно воспринимает наше обещание или на его лице улыбка, когда мы говорим, Господи, все сделаем? Вы знаете, я думаю, что серьезно, потому что в тот момент, когда человек обещает, он смотрит на сердце человека. А если сердце человека расположено к Богу, чтобы исполнять обещания, то я думаю, что Господь к этому относится серьезно. А возможно ли исполнить все то, что человек обещает? Если это от него просит Господь, то с Божьей помощью возможно. Но мы видим как бы реальность жизни христиан, к чему призывает Господь. Мы читаем Священное Писание, мы смотрим на свою жизнь, мы исполняем то, что Бог предлагает нам сделать. Ведь мы тоже обещаем Богу при крещении, при заключении брака. Но вообще даже в отношениях мы что-то обещаем, и действительно это возможно ли исполнить? Мы не выполняем, к чему призывает нас человек, а к чему призывает нас Бог. Это даже несколько выше, потому что Христос говорит, вы слышали, что сказано, да? Человеку как бы древним, а я горе. И он поднимает вот эту планку. Когда мы говорим о горе Синай, когда Бог дал закон на Синай, должен ли вообще закон тогда и сегодня, должен ли закон быть на первом месте в жизни человека? Я хотел привести пример, вот в этом случае, можем ли мы исполнить то, что мы обещали. Да, вот это, наверное, каждый из нас понимал или понимает, что не всё мы исполняем то, что мы обещаем. Нашим любимым, например, да, нашим супругам. Но из-за того, что мы что-то не исполнили, нас жены наши не перестают меньше любить. Понимаете, да? Они понимают нас. Но он упоминает нам, да? Иногда нам упоминает. Ты помнишь, обещал, да? Но они всё равно любят. Они понимают нас, они прощают нас. И они надеются, что мы всё-таки в жизни своей будем исполнять то, что обещали. И так в отношении с Богом. Господь понимает нашу греховную природу. Он понимает нашу слабость. Но он всё-таки побуждает нас, да, быть верными вот этому завету. Здесь народ израильский обещал Господу. Они, по сути, давали обещание исполнить тот закон. Мы, да, читаем, что Бог дал закон на Синай. Всё-таки это очень важный момент. Всё-таки на первом месте, когда Бог дал закон, в жизни вообще каждого человека, который верует в Бога, на первом месте должен быть закон Божий. Господь должен быть. Верность к Господу. Да, это очень важный момент. На первом месте не закон. Не закон. Не закон. Потому что когда мы на первое место ставим что-то или кого-то вместо Бога, никогда не получится вот той настоящей христианской жизни. Потому что мы как бы делаем иногда этот акцент на закон. Я должен сделать то, то, то. Я должен сделать. Самое главное – это статья определенного закона, но ты исполняешь только тогда, мы как раз сейчас об этом говорили, когда ты любишь. То есть на первом месте должен быть Господь, и ты не должен быть законником, ты не должен исполнять закон ради чего-то, а ты исполняешь закон, когда ты любишь. Из любви, конечно. То есть все наоборот. На первом месте Бог, на первом месте любовь к Богу, к человеку. Обратите внимание, когда был дан закон. Закон был дан не тогда, когда Бог их в Египте нашёл и говорит, вот выполните закон, и тогда вас выведу из Египта. А Он сначала их спас, провёл через пустыню, и уже в середине пути говорит, а теперь вот есть закон. То есть, вот этим показывают, что сначала отношения, любви, доверия, и потом уже… А если любите… Вот тогда соблюдите мои заповеди. Хорошо. Интересно, что написано. Мы упоминали этот текст, 31 глава, книга пророка Иеремии. Давайте мы рассчитаем с 31 по 34 текст, как бы весь вот этот отрывок в целом. 31 по 34. Вот выступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключился сам и их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. «Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат, брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь. Потому я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более». Итак, о каком новом завете идет речь? Здесь очень интересно, об этом завете сказано, что этот завет новый, он будет написан на сердце. Не на камне, не на скрыжалях, она будет написана на сердце. И видится, что Бог сам выложит. Не просто человек его заставит в себя, а вложу мой, то есть Бог и Божья сила. Это особенное качество этого закона, да, то есть оно должно прийти через сознание, оно должно прийти через жизнь. Вот вы знаете, тут если так посмотреть, вот на этот завет, который лежит на сердце, это удивительное вообще, если так глубже задуматься, удивительный момент, потому что то, что лежит у тебя на сердце, ты не можешь нарушить. Вот животные живут по инстинктам, они же не могут его нарушить, инстинкт, они не могут поступить иначе. То есть если мы берем закон, который лежит у нас в сердце, это мы и являемся, мы не можем пойти против себя. Если в нашем сердце лежит ответ на любовь Божью, исполнение воли Божьей закона, мы не сможем поступать иначе, как кроме по закону. И мы не будем тогда, знаете, напрягаться во время исполнения закона. То есть почему человек закон исполнит тяжело человеку? Потому что его суть направлена на то, чтобы быть беззаконнее, и закон исполнять сложно. Но когда ты любишь Бога, тебе закон несложно исполнять, ты просто иначе не можешь делать. И здесь мы видим как бы центр вот этого договора, то есть ради чего он заключается, Новый Завет. И буду их Богом, а они будут моим народом. И будут все знать меня. Да, это очень важно понять, потому что, наверное, здесь такой вопрос возникает. От чего зависит прощение наших грехов? От дел, от слов, от чего? От кого? От Бога. От признания Бога. Здесь написано, да, от признания Бога. Я буду вашим Богом. Вы можете делать очень многое в жизни для того, чтобы как бы завоевать доверие. Господь говорит, я заключаю завет. И, наверное, уже в конце очень важный вопрос. Как Новый Завет относится к Иисусу Христу? То есть вот эти слова. Насколько связан этот Новый Завет с нашим Господом Иисусом Христом? Сам Иисус говорил, когда на вечере Господь говорил, вот хлеб – это мое тело, вот чаша – это Новый Завет в моей крови. Он подчеркивал понятие Завета, что это не что-то древнее, устаревшее, а Завет продолжается, и этот Завет основан на его жертве. То есть отношения с Богом происходят только через Христа и через его жертву, через принятие его смерти, без которой невозможно спасение. Человек должен понять свою греховность, что я изменить себя не могу, только Бог может меня изменить и спасти благодаря жертве, заместительной жертве за меня. И то есть человек, мы реально понимаем, что человек может быть другим. То есть вот многие люди говорят, я ничего не могу сделать с собой, вот я таков. А что говорит Господь? То есть если ты признаешь меня, то я вложу. Интересно, что не человек, это очень, наверное, важные моменты в жизни, что делает Бог, когда он вкладывает, он меняет сердце. Когда человек молится, как Давид, и человек становится другим, у него есть надежда быть в этих близких отношениях с Богом. Я благодарен вам, друзья, за участие в программе. Сегодня мы еще раз убедились, уважаемые зрители, что Бог на нашей стороне, даже тогда, когда мы от Него отступаем, Он продолжает находить возможность встречи с нами. Именно Он инициатор всех соглашений, как с отдельно взятым человеком, так и со всем человечеством. И смысл этого договора — сделать нам добро. В это нужно поверить, это нужно признать, потому что мы часто считаем Бога чуждым, непонятным. А Господь говорит, я настолько близок к каждому из вас, что если бы вы только услышали голос Мой, вы бы стали другими людьми. Господь готов изменить нас, если в нашем сердце, в нашем разуме будет доверие. Давайте будем учиться доверять Богу. Открывая Священное Писание, это поможет нам действительно стать другими людьми, потому что мы там найдем всю правду о себе и всю правду о Боге, который любит нас. Всего доброго, до свидания. Благодарен вам, друзья, еще раз за участие в нашей программе. Вам всего хорошего и доброго. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова